На горе Кармель и англичане, которые здесь правили тогда, долго это все терпели. А когда началась Вторая мировая война, они с ними очень жестко разобрались. Что сделали британцы? Они выселяют всех темплеров из их домов, переводят их в концентрационные лагеря, которые специально для этого они построили, и затем их отсюда депортируют в Австралию. Сегодня самая большая община темплеров находится в Австралии. До недавнего времени тема эта была здесь в Израиле закрытая, но непростые отношения у евреев и Германии были в свое время, поэтому тему это старались не поднимать, но сейчас уже, слава богу, 21 лет, поэтому стали об этом рассказывать. И много очень всего темплеров, потомков, тех людей, которые здесь жили, приезжают сюда, иногда их можно увидеть на немецкой слаботке здесь, в Хайфе, с большими фотографическими альбомами, старые фотографии, вот ходят, вспоминают, вспоминают, ностальгируют, вспоминают рассказы своих дедушек, про дадушек о том, как они здесь жили. А вся территория немецкой слаботки сегодня, собственность Израила, за 18 миллионов долларов, после окончания Второй мировой войны, это было все в управлении Стокгермании куплено. И сегодня от немецкой слаботки здесь, в Хайфе, там и кафе, и магазинчики, и музеи какие-то, такое место очень приятное для поменажа. И на центральной площади немецкой слаботки в начале декабря появляется рождественская елка. И помните, я вам говорю, что население здесь смешанное, здесь и христиане, и мусульмане живут, и живут очень дружно. Продолжение следует...